Драгоценная церковь Приветствуем вас, драгоценные! Вот мы сегодня с братьями здесь для того, чтобы начать этот эфир и чтобы молиться за вас. Добрый день, дорогие! Всем хорошего дня, всего самого наилучшего! Я хотел к вам обратиться словами, которыми написал Иоанн в первом своем послании. Я написал вам, отцы, потому что познали безначального. Сегодня я обращаюсь к вам, отцы, которые имеют своих детей, внуков. Господь говорит вам о том, что вы познали безначального. Если вы с Господом, вы отцы. И сегодня пусть это касается вашего сердца. Многое время я говорил о том, что юноша не победил лукавого и чувствовал себя таким. Но вот с позиции уже дедушки я вам говорю то слово, которое пришло ко мне и делюсь с вами, дорогие. Примите это в свою жизнь и хорошего вам сегодня слова и откровения от Господа. Так прекрасно, когда дедушка может давать такие наставления. И действительно, для церкви это очень ценно, когда в нашей церкви есть люди разных поколений, разных возрастов. Это на самом деле, тогда церковь является сильной, благословенной. Церковь как корабль, который идет вперед. Итак, дорогие братья и сестры, мне также хотелось бы начать с псалма Асафа, который сказал «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Дорогие братья и сестры, я искренне верю, что сегодня воскресный день – это то самое время, когда наши сердца могут приблизиться к Господу, когда наши сердца могут очищаться перед Богом. И Бог благ, Бог благ к своему народу, пусть благодать, милость Божия и все благословения небесные, они пребудут на народе Божьем. Аминь. Действительно, благо знать, что все намерения Его о нас, они во благо, не на зло, чтобы дать будущее, надежду. И, как вы знаете, тема, в которой мы сегодня находимся, это время, это призвание, призвание наше в Господе. И хотел бы прочитать то, что я сегодня с утра читал и для себя очень серьезно принял. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава, в 6 стихе, где Павел, апостол, пишет так. «Он, то есть Бог, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Так замечательно осознавать, и это серьезное откровение, которым делится Павел, что Бог дал нам способность, способность быть теми, кем должны быть. То есть совершить то, что есть в Божьем призвании. Он нам дал для этого способность. Так же, как Павел пишет Тимофею, воюй согласно сказанным о тебе пророчествам, делай вот это, то, что на тебе есть от Господа, тогда успех твой, он будет очевиден, драгоценный. Наш успех, он заложен в Господа, и он дал нам силу, дал нам возможность быть вот этими служителями Нового Завета. Не просто буквы, но Духа, который животворит, нести жизнь, потому что Господь вложил в нас жизнь. Он воскресил нас мертвым по своим делам, по своим грехам, он воскресил во Христе Иисусе. И это сила воскресения, от которой филиппийцам Павел говорит, я желаю, жажду достичь вот этого, как он достиг меня, познать силу этого воскресения, жить в этом, идти в этом. Вот наше призвание, всегда и во всем, в послушании Господу, течь в Его силе, Его славе, чтобы драгоценный Дух Святой вел нас во всем этом. И давайте мы помолимся сейчас, помолимся за предстоящее собрание, служение, помолимся за то, чтобы действительно вот это все было в нашей жизни. Драгоценный наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы сегодня, Господь, призываем, призываем Твое святое имя, потому что верим, что все, что написано, написано для нас в Писании, это живо и действенно, оно острее меча, бою до острова, оно проникает, оно разделяет правильно от неправильно, и пускай решения в нашей жизни, Господь, будут сделаны в Духе Святом, в послушании Слову Божьему. И то, что описал здесь апостол Павел, что, о, Бог нам дал способность, я прошу, Господь, пусть эта способность, Господь, она материализуется в жизни каждого из нас. Пусть каждый из нас видит эту способность и живет этим, тем, что дал Господь во имя Иисуса Христа. И пускай успех во имя Иисуса придет, настоящий, где прославляется имя Господа, нигде мы как-то поднимаем себя или пытаемся чего-то достичь сами, как человек, но во имя Иисуса Христа, Господь, пускай Твоя слава, Твоя сила, Твои возможности, во имя Господа будут в жизни каждого человека, во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. Присоединяясь к молитве брата и вместе с моими братьями, мы на самом деле входим, вошли в новый месяц, в новую тему, и как пастор Петр в прошлом собрании проповедовал, и был побужден, помимо того, что мы говорим сегодня о деле нашей жизни и о миссии нашей жизни, это тема, о которой мы будем этот месяц размышлять вместе, искать лица Божьего, искать откровения Его, находить себя в Боге, находить себя в этих моментах. Но я хочу сказать больше, Бог побудил на прошлом служении пастора Петра молиться за крещение Духом. Как важно креститься Духом, как важно переживать Бога, как важно видеть в своей жизни чудеса, как важно не оставлять эти моменты, потому что праведный будет верою жив. У нас нет другого варианта, у нас нет других моментов. Мы Богом, и мы непобедимы. И в свете этого момента я хотел сказать о том, что у нас в ближайшее время предстоит водное крещение, и я хотел немножечко приготовить свое сердце и с кем-то поделиться об этом моменте, потому что это очень важный момент, как бракосочетание мужа и жены является важным моментом, обещание друг другу и в горе, и в радости быть вместе, так и завет с Богом является важным вопросом в духовном мире, в духовном значении человека. Поэтому я хотел сказать о том, что это такое. И Бог использует общение с нами через нашу совесть. Слово Божие так сказано, что крещение есть не плотской, не чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Вот что мы обещаем. Мы обещаем Богу доброй совести. Этот завет наш с Богом. И в молодом возрасте, чтобы в почете, быть авторитете у своих друзей, я очень быстро распрощался своей совестью и перестал ее чувствовать вообще. Ну вот как бы было такое вот у молодого человека, у меня такая вот ситуация. И когда Бог пришел в мою жизнь и коснулся меня, и начались какие-то откровения в моей жизни, и я увидел, как он действует в моей жизни, вот, и хотел очень, чтобы его слово, оно действовало во мне. И я видел, что у меня не хватает каких-то моментов, какого-то терпения, я прошу у Бога, а у меня это не происходит. Вот, и в очередной раз после того, как я просил у Бога и не получил слова, я был наедине с Богом, и Бог коснулся мое сердце через свое слово и сказал в своем Писании, что от скорби происходит терпение. И был такой вопрос, такой вот, Духа Святого, Игорь, ты вообще раньше, делая кому-то неприятное, сильно скорбел? Я говорю, да нет, вообще не скорбел. Тогда Господь мне показывает дальше, от скорби происходит терпение. От терпения происходит опытность, от опытности происходит надежда, а надежда, она не постыжает. Дорогой брат и сестра, в каком бы ты ни находился моменте процесса изменения твоего в Боге, увидь себя, увидь, что надежда, она не постыжает, но надежда, она происходит от опытности. А от опытности происходит, опытность происходит от терпения, а терпение происходит вот от этого момента, от момента, когда происходит скорбь, когда ты уже переживаешь, когда твоя совесть работает. И сегодня я хотел помолиться за Тебя, дорогой друг, который принял решение креститься сегодня. Помолиться за того, кто сегодня ищет терпения и не находит. Помолиться за того, кто сегодня хочет увидеть себя в процессе Божьем, в Божьем дизайне, в Божьем моменте изменения своего. Дорогой Господь, я молюсь Тебе, Иисус, за брата и сестру, кто сегодня принял такое главное решение, знаменательное решение. Для меня это решение было самым главным решением, когда я крестился, Господь. Заветом с Тобой, Господь. Я прошу Тебя за каждое сердце, за каждого человека, кто принял решение сегодня принять крещение, заключить с Тобой вводный завет, Господь, Божий, обещать Тебе доброй совести, Господь. Я молюсь Тебе, Господь, укрепи это сердце, укрепи эту жизнь, Господь, И пусть Твоя слава будет явлена в нем и в ней, в братья и сестре, Господь, чтобы сегодня Твое Царство прославилось, Господь, Божья милость, и милость Твоя явилась в их жизни, Господь. И также я прошу Тебя, Господь, за каждого человека, кто вдруг сегодня, не имея терпения, переживает, что Царство Твое не действует в нем, Господь, пусть он увидит, что Царство Твое действует в нем, Господь. Я прошу Тебя, коснись его, Господь, коснись брата и сестру, кто находится в каком-то либо процессе, о котором сегодня Ты побудил меня говорить. Дорогой Бог, Тебе доверяю все, и за все великий Бог благодарю во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И как сказал драгоценный брат, что тема в этом месяце это будет Твоя миссия. И мы как церковь должны понимать, что мы призваны Богом к определенной миссии. И в этом месяце будет также говориться о Твоей профессиональной деятельности и о том, как Господь может быть с Тобой везде, на работе, в Твоем служении. Господь с Тобой везде. И сегодня будут звучать очень уникальные стихи из Священного Писания. Это Исход, 31 глава, с 1 стиха. Когда Господь сказал Моисею, смотри, я назначил именно Василиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, которого я исполнил Святого Духа, исполнил премудрости, чтобы производить всякие работы. И, дорогие братья и сестры, на самом деле с нами Господь может быть на любой нашей работе. Господь может быть с нами, когда мы что-то делаем. И как важно обращаться к Нему и просить Господи, благослови, я иду на работу, но я хочу, чтобы Ты был со мной. Я хочу, чтобы Ты исполнял меня Святым Духом и давал мне премудрости, чтобы я мог не просто зарабатывать деньги, но также повлиять на наше общество, послужить тем людям, с которыми я работаю. И знаете, как одна бабушка, которая очень плохо слышала, она сидела на домашней группе, и когда разбиралась это местописание, я назначил именно Василиила, сына Уриева. Она сказала, про какого Васю, сына Юрия? Она так услышала, что Василий, сын Юрия. Но Василил означает под кровом Всевышнего. Итак, дорогие братья и сестры, будьте под кровом Всевышнего. Ходите перед Господом, исполняйтесь Святым Духом, и пускай Господь будет с вами на вашей работе, исполняя вас мудростью, чтобы вы были большим благословением, как для Царства Божьего, так и везде, где вы находитесь. Аминь, драгоценные. А сейчас мы уже буквально через минутку переходим на богослужение. И хотел напомнить о том, чтобы вы писали свои нужды молитвенные, потому что после служения мы их зачитаем, мы за них помолимся о том, чтобы Господь совершил. Совершил что-то в вашей жизни, в жизни ваших родных, близких. А сейчас давайте мы приготовимся, приготовимся к тому, чтобы прославить Его, к тому, чтобы принести жертву, к тому, чтобы просто открыть свое сердце и принять все то, что Господь сегодня приготовил, приготовил для каждого из нас. И пускай Бог благословит вас, драгоценные. Встречаемся в конце в эфире. Пусть Бог благословит вас. Благодарим тебя за все, что ты делаешь в наших жизнях. За то, что ты касаешься нас, меняешь наши сердца, наше мышление. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты даруешь нам защиту и покров свой каждый день. Спасибо тебе за то, что ты ведешь нас. И даруешь нам, Господь, понимание, куда идти. Чувствительность Духу Твоему, Господь. Спасибо, что ты всегда рядом. Спасибо, что ты всегда близко. Спасибо за то, что ты слышишь и мне, лишь нашим молитвам. Господь, превозносим тебя, славный и чудный Господь. Любим тебя, Царь наш. Аллалюя. Ты самый лучший и самый необыкновенный. Самый прекрасный Господь. Аллалюя. Вся слава тебе принадлежит. Великий Бог. Через горы и моря Река любви твоей течет Открою сердце для тебя И исцеление придет Я счастлив в стене твоей Я руки к небу вознесу Я буду вечно петь О любви твоей О любви твоей петь Буду вечно О любви твоей петь Буду вечно О любви твоей петь Буду вечно Любовь твоя, мой Господь, бесконечна Через горы и моря река любви твоей течет Открою сердце для тебя, и исцеление придет Я счастлив в истине твоей, я руки к небу вознесу Я буду вечно петь о любви твоей О любви твоей петь, буду вечно 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 Любовь твоя, мой Господь, бесконечна О любви твоей петь буду вечно О любви твоей петь буду вечно О любви твоей петь буду вечно Любовь твоя, мой Господь, бесконечна Через горы и моря река любви твоей течет Открою сердце для тебя и исцеление придет Я счастлив в истине твоей, я руки к небу вознесу Я буду вечно петь о любви твоей О любви твоей петь буду вечно 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 О любви твоей петь будет Возьми меня в горы, на твои просторы, где любовь течет, как река. Ветро тунновенье, твое прикосновенье, милость твоя обелика. Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет, перед твоим тронам я склонен. Мы к тебе возобем, дух святой мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем, дух святой мы всем сердцем ждем. Возьми меня в горы, на твои просторы, где любовь течет, как река. Ветро тунновенье, твое прикосновенье, милость твоя обелика. Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Я так хочу, Иисус, твой дух во мне течет, любовь свою несет, перед твоим тронам я склонен. Мы к тебе возоблем, дух святой мы тебя так ждем. Руки к небу вознесем, дух святой мы всем сердцем ждем. Аминь. 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 Бог Богом, Царь Царей, Миру свет, Иисус Мессия, Бог Богом. Царь Царей, Миру свет, Иисус Мессия, Бог Богом. Мы к Тебе позовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой мы всем сердцем ждем. О, мы ждем Тебя, Дух Святой, наполни наши сердца. Аллалюя, славный Господь, ожидаем, Господь, Твоего прикосновения. И поклоняемся Тебе, наш Царь. Аллалюя, любим Тебя, превозносим Тебя. Ты самый лучший Господь, неизменная личность, достойный Царик. Я стою пред Тобою, вспоминая о Твоих делах. Сердце Бог мне открой, чтобы вновь услышать голос Твой. Святый, сильный, верный до конца. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь. Поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус. О, Иисус, отклоняюсь я Тебе, я стою пред Тобою, вспоминая о Твоих делах. Сердце Бог мне открой, чтобы вновь услышать голос Твой. Святый, сильный, верный до конца. Спаситель, целительный. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус. Иисус, Иисус, поклоняюсь я Тебе, только Тебе. Поклоняюсь я Тебе, Господь, иисус, 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 иисус. Любовь Твоя со мной. Слова Твои всегда верны. Любовь Твоя со мной. Слова Твои всегда верны. Любовь Твоя со мной. Слова Твои всегда верны. Любовь Твоя со мной. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус, 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 иисус. Аллилуйя, вся слава Господу! Аминь! Аминь! Дорогие наши братья и сестры, к той жертве, которую мы совершаем, Господу десятина, какая важна эта часть. Слово Божие говорит о том, что «Испытывайте меня», говорит Господь. Вот такое дерзкое, можно сказать, дерзновенное место Писания есть, в котором Господь нам говорит, чтобы мы его испытывали. А вот… Любишь ли ты Дом Божий? Если ты любишь Дом Божий, в Писании написано, что «Принесите все десятины в Дом Божий, чтобы там была пища». Господь говорит к тебе и ко мне, чтобы сегодня мы поклонялись Ему, не мамоне, чтобы мамона, она не влияла на нас, чтобы финансы нам не говорили, как нам жить. Чтобы сегодня наше сердце было в полном уповании Богу. Не деньги нас благословляют, не наши руки, не наши профессии, профессионализм. Так увлекает порой профессионализм, и ты думаешь, какой я профессионал, как я зарабатываю, мне платят. Дорогой друг, я хочу разрушить, это ложная идея, я сам на нее наталкивался. Не платят тебе твои профессиональные способности. Не этим ты поднимаешься, не этим ты благословляешься. Мы благословлены тем, что сегодня Господь благословляет нас своим словом в любой ситуации, в любом обстоятельстве нашей жизни. Если сегодня в твоей жизни есть еще какой-то страх, финансовый, возможно, страх, что завтра вдруг у меня это последние три копейки. Услышьте, услышьте, услышьте той язычнице, которой первый пришел Господь во время голода в Израиле. Он не пришел к израильтянам. Поэтому он говорит, Писание говорит, много было вдов в Израиле, но ни к одной из них, ни к одной, к язычнице, салматы, наверное. Вот там написано, репты. Пришел Господь. Послушайте ее сердце, как оно похоже порой на наше сердце. Вот у меня мера муки и мера масла последняя осталась. Сейчас я это сделаю, и все. Она прямо так и говорит, умрем. Но пророк, он просто ломает мозг и говорит, дорогая сестра, дорогая женщина, вдова, отдай мне, отдай в дом Божий. Как насчет такой веры, когда мы верим? Вера, она всегда стоит впереди, впереди всяких финансовых вопросов. Я за финансовую грамотность. Я за мудрость. Я не за то, чтобы сейчас люди какие-то вещи неправильные сделали. Я за то, чтобы мы верили. А если мы верим, значит, мы доверяем Богу. А если мы доверяем Богу, значит, у нас нет страха. В послании Иоанна так и написано, что в любви нет страха. Дорогой друг, если в тебе есть страх, иди к Иисусу, беги к Нему. Потому что совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. И сегодня я хочу, чтобы это почтение Богу, почтение к тому, что мы сегодня делаем для Господа, оно просто в наших жизнях было еще большим. Чтобы мы еще больше свою жизнь доверили Богу. Поэтому, если кто-то желает, пожалуйста, испытайте. Испытывайте Бога. Поэтому та жертва, которую сегодня ты приготовил для Господа, пусть она будет сегодня в почтении. Пусть это будет от твоего сердца. Пусть это будет на самом деле доброходный дар Богу. Потому что Слово Божие говорит, что доброходно дающего любит Бог. Не какого-то другого. Именно доброходно дающего. И еще в одном месте написано, если семя не умрет, оно не принесет плода. Если ты сегодня что-то еще не готов сделать для Господа, не торопись. Посмотри в свое сердце, доверь ему свою жизнь. И Господь ее изменит. Я благодарю Господа, и вместе с вами я буду молиться, а вы начинаете жертвовать. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эти жертвы. Благодарим Тебя за сердца. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам это в жизни своей. Видеть, Господь, что ни деньги нас благословляют, ни этот мир, ни наши возможности, ни наши профессиональные способности, но только Ты. Только Ты, Господь, и нет другого. Нет другого, Господь Божий милостивый. И мы благодарим Тебя, что Ты сам, Бог, сегодня в наших жизнях участвуешь. Что сегодня Ты даешь нам возможность, Господь, отделять Тебе, Господь, десятую часть. Господь от Своего имения, Господь. Отделять Тебе, Господь, то, что Ты доверил нам, потому что мы знаем, что Ты нас никогда не оставишь. В Твоем слове написано, не оставлю Тебя и не покину. Благодарим Тебя, Святый Божий. Прими наше благодарение и будь прославлен, Святой Иисус. Тебе хвала и честь, драгоценный наш Бог. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Моё сердце изменил навсегда. Для Тебя поёт душа моя. Жизнь свою отдал на кресте. За мой грех кровь свою пролил на алтарь и спас всех. В небе навсегда записал моё имя. Ты для меня всё, Иисус. Ты для меня всё. Всё, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. О, Иисус, моё сердце изменил навсегда. Для Тебя поёт душа моя. Всё, что мне надо. Всё, что мне надо. Я в присутствии Твоём. Руки поднимаю. Ты в сердце моём. Всей душой Тебя мой Бог благословляю. 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 Ты всё во всём. Всё, что мне надо. Всё, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Моё сердце изменил навсегда. Для Тебя поёт душа моя. Для Тебя поёт душа моя. Всё, что мне надо. Знать Тебя и быть с Тобой рядом. Иисус, моё сердце изменил навсегда. Для Тебя поёт душа моя. Я в присутствии Твоём. Руки поднимаю. Ты в сердце моём. Всей душой Тебя мой Бог благословляю. Ты всё во всём. Я в присутствии Твоём. Руки поднимаю. Руки поднимаю. Руки поднимаю. Руки поднимаю. Знать Тебя и быть с Тобой рядом Моё сердце изменил навсегда Для Тебя, моя душа, моя Всё, что мне надо Знать Тебя и быть с Тобой рядом Моё сердце изменил навсегда Для Тебя, моя душа, моя Мы воздеваем свои руки к Тебе, простираем, Господь, свои сердца И мы поём вновь и вновь эти слова Это молитва нашего сердца, Господь Мы так нуждаемся в Тебе Господь, я прошу Тебя, коснись наших сердец Для Тебя, моя душа, моя Всё, что мне надо Знать Тебя и быть с Тобой рядом Мы поклоняемся Тебе, великий Бог Мы проставляем Твоё святое имя Ты достой всей славы Для Тебя, моя душа, моя Всё, что мне надо О, Господь, прийти Знать Тебя и быть с Тобой рядом Аллилуйя Моё сердце изменил навсегда Для Тебя, моя душа, моя Аллилуйя Господь, Ты призываешь нас в Своём слове Искать прежде всего Царствие Твое Силу Твою Твоё слово призывает нас Помышлять о горнем, а не о земном Господь, мы простираемся к Тебе Благослови нашу землю Благослови наши семьи Благослови наш город Мы молимся за город Алматы Пусть он переживет, Господь Трансформацию Духовное преображение Пробуждение Господь, мы ожидаем Твоей славы В нашем городе На нашей земле Благослови нашу страну Благослови Казахстан, Господь Пробуди Казахстан Пробуди Казахстан О, мы молимся, Господь Пробуди города нашей страны Обратиться к Тебе Воспать к Тебе, Господь Ты обещал в Своём слове Что если Твой народ Смирится перед Твоим лицом Ты стелишь землю Ты пошлёшь покаяние и умиление В сердца людей Мы молимся, Господь Дай покаяние нашему народу Нашей нации Господь, преобрази Силой Своей и славой Благослови нашу землю Благослови, Господь Мы молимся об этом Благослови каждый город Каждый аул Мы молимся, Господь Пусть наши сердца Сегодня переживут Преображение Твоим словом Аминь Мы приветствуем Те, кто присоединился к нам В онлайне Пусть благодать Божья Пребудет с каждым из вас Аминь Можете поприветствовать Того, кто рядом Поздравить его с тем Что Алматы Перешёл в зелёную зону И поэтому мы Проводим собрание Смотря на зелёные деревья Аллилуйя Несмотря на то, что Наш город перешёл В зелёную зону Нам сказали Все равно Будьте на улице Слава Господу Потрясающая возможность Потрясающая Уникальная возможность И Первая церковь Они собирались На улицах Катакомбах На кладбищах Во двора Где только не собирались На крышах Подвалах И только потом Начали строить храмы Поэтому Мы сегодня Собираемся на улице А те, кто В онлайне Возможно, у себя дома Находитесь Но Ничто не заменит Онлайн Да, онлайн Остаётся Кто-то не может приехать А также есть люди Которые смотрят нас Из других стран Мы вас благословляем За это время Вы стали частью нашей церкви Мне постоянно Пишут люди Через инстаграм Через социальные сети Кто-то в Алматы Переезжать Знаете, самое интересное Во время карантина Многие люди Решили поменять Место жительства Что-то на людей Вообще сошло Говорят В Европе Люди как никогда Стали оставлять города Из Лондона Уезжают туда подальше Там из больших городов А в Казахстане Многие решились Переехать в Алмату Вот я хочу сделать рекламу Если ты устал От холода Северного Казахстана Срочно переезжай В Алмату У нас Аллилуйя И у нас Алексей Из Астаны С Алисой Переехали И они так радуются Что Знаете, я так рад Что зима Это такая Приятная была Для меня Что вот не холод Когда ты выходишь Вот бывает Я в Уральске жил Выходишь Аж сердце щимит Потому что Все сжимается от холода А здесь так В легкой курточке Сел и уехал Поэтому Алмата Это просто лучший город Казахстана После Уральска Это для Уральцев Аллилуйя Просто в прямом эфире Они меня слышат Обидятся еще Ну Потому что Уральск Тоже зеленый город Если ты собрался Переезжать Переезжай И люди некоторые Смотрят нас в онлайне Некоторые люди Вообще не воцерковленные Говорят Я переезжаю в Алмату И хочу ходить К вам в церковь Слава Господу Поэтому мы проповедуем Евангелие Амэн И этот месяц Мы говорим О призвании Несколько месяцев назад Сколько это было Два-три месяца назад Пасторской командой Молитвенно размышляем Мы решили Составить Церковный График проповедей Поэтому у нас Каждый месяц Разные темы И этот месяц Мы посвятили Призванию Воли Божьей Да, мы открыты Для Духа Святого Если Дух Святой Корректируют Мы меняем темы Мы движимы Им Но мы верим Что в то время Когда мы собирались И планировали Мы составили На целый год График проповедей Мы хотим Чтобы люди В нашей церкви Они строились Потому что мы Как пасторы Призваны строить Людей Не только физические Здания Нашей церкви Облагораживать Все вокруг Но строить Такой богатый Русский язык Когда говоришь Будем тебя строить Люди вспоминают Что сейчас Будут его по стенке Или по стойке Смирно строить Строить Это хорошее слово Это созидать Апостол Павел Пишет Коринфянам Что нас Служителей Нужно разуметь И понять Как домостроителей Божьих Господь Дал нам благодать Чтобы мы могли Созидать и строить И это важно Чтобы мы Созидали Чтобы мы Изучали Божье слово И Прошлое воскресенье Пастор Петр Прополил потрясающую Проповедь О воле Божьей Если ты не был Обязательно На ютуб странице Нашей церкви Пересмотри Эту проповедь Я бы хотел Сегодня говорить О воле Божьей В контексте Призвания Божьего Для нашей жизни И откроем Ефесянам Первую главу Где апостол Павел Говорит Услышав О вашей вере Во Христа Иисуса 15 стих И о любви Ко всем святым Непрестанно Благодарю за вас Бога Вспоминая о вас В молитвах моих И дальше Он перечисляет Молитву В отличие от нас Апостол Павел Он когда говорит Молюсь Он молится Потому что очень часто Особенно в современной Культуре С приходом Смартфонов Мы иногда пишем людям Молюсь Или общие чаты Помолитесь за меня И сразу 20 человек Руки такие Смайлик бросают Две руки И все думают Что сейчас такая молитва А потом еще ответ приходит Спасибо что помолились Там просто было 20 смайликов И может быть только Один кто-то Помолился очень сильно И Павел говорит Я молюсь И после этого идет Действительно его молитва Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа Отец славы Дал вам дух Премудрости И откровения К познанию его И просветил Очи сердца Вашего Дабы вы познали В чем состоит Надежда Призвания его И какое богатство Славного наследия Его для святых И как безмерно Величие могущества Его в нас В верующих Подействует Державная сила Его Которую он воздействовал Во Христе Воскресил его Из мертвых И посадив Одесную себя На небесах Павел молится Чтобы Бог Просветил Очи сердца Молится За церковь В Ефесе Это был огромный Мегаполис Это был город Я не знаю Того времени Город Ефес Основан за 400 лет До Рождества Христова Я был там Несколько раз Потрясающие раскопки Ты ходишь По этому городу И тебе говорят Здесь было центральное Отопление Центральный водопровод Бани Даже была Центральная Канализация Цивилизация Огромный город И Бог Приводит туда Павла Там начинается Великое пробуждение И Павел Спустя время Молится За церковь В Ефесе И говорит Чтобы Бог Просветил Очи сердца Вашего Чтобы вы Познали В чем состоит Надежда Его призвания Нам нужно понимать Что есть Открытая воля Божья Бог открывает Свою волю Как написано В исходе 29 глава Сокрытая Принадлежит Богу Нашему А открытая Нам И сынам Нашим До века Чтобы мы Исполняли Все слова Закона Сего Есть открытая Воля Божья Которую Бог уже Явил В своем Слове Ну например Тебе не нужно Какое-то Супер Откровение Чтобы Начать Молиться Некоторые люди Говорят Я начну Молиться Когда получу Какое-то Особое Откровение Тебе не нужно Услышать Голос С неба И узнать Есть ли воля Божья В том Чтобы ты Молился Конечно Есть Тебе не нужно Откровение Какое-то Супер Супер Откровение Если Божья Воля В том Чтобы мы Проповедовали Людям Божье Слово Некоторые Ждут Явления Ангелов Который Пришел К ним И сказал Иди Проповедуй Божье Слово Нет Потому что Это Открытая Воля Божья Ибо Божье Слово Говорит Бог хочет Чтобы все Люди Спаслись И Достигли Познания Истины Божья Воля Чтобы все Люди Поверили В Евангелие Божья Воля Чтобы Мы Поклонялись Богу Тебе не Нужно Великое Откровение О Господь Открой Воля Твоя Чтобы я Воскресенье В церковь Пришел Или не Твоя Воля Тебе не Нужно Об этом Откровение Потому что Это Воля Божья Чтобы мы Имели Общение С друг Другом Это Воля Божья Чтобы мы Молились Это Воля Божья Чтобы мы Проповедовали Но Есть Я Называю Это Уникальное Призвание То есть Есть Открытая Воля Божья Есть Призвание Слово Призвание Обозначает Приглашение Призыв Многозваных Малоизбранных Божий Призыв Звучит Для всех Людей Сегодня мы Собираемся На улице И кто-то Может мимо Проходить И зайти И услышать Благую Весть Потому что Божий Призыв Звучит Для всех И есть Открытая Воля Божья И есть Что-то Что скрыто То что Принадлежит Господу Божьи Пути Выше Наших Путей Божьи Мысли Выше Наших Мыслей Божье 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 Сердце Выше Нашего Сердца Бог Мыслит Иначе Например Мы мыслим Об успехе Определенным Образом Нам кажется Что успех Это вот Определенное Понимание Это я поставил Цель И ее Достиг И я потом Поставил Больше Цель И я достиг И вот всегда Я буду Выше 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 Подниматься Как Великий Русский Язык Говорит Пруха Будет Такая Тебе Всегда Прет И прет И распирает Как будто Дрожжи Вокруг Тебя И все Просто Много 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 Давайте возьмем Например Авраама Бог Сказал Аврааму Через Тебя Произойдет Великий Народ Сколько Песка На земле Сколько Звезд На небе Сколько Авраам При жизни Увидел Детей Двух От Сара Одного И от Гария Двух Измаила И Исаака Но сына Обетования Он получил Одного И нашим Пониманием Это не успех Он же не увидел Все Авраам Только увидел Обетованную Землю Ходил по ней Но не обладал Ею Поэтому Когда Он понимал Что Бог К чему ему Призвал В один момент Он получил Такое Откровение Он понял Что Бог Не просто Хочет дать ему Эту физическую Землю А что у Бога Есть небесный Иерусалим Небесный Город И он увидел Небесное Лучшее Поэтому Когда Лот Начал спорить О земном О количестве Барашек В стадах И начал Переживать Что эти Барашки Смешаются С барашками Дядей Он говорит Давай Разделимся И Авраам С легкостью Сказал Решай Куда тебе Идти И Лот Посмотрел На долину Где течет Река Где растет Трава Где лучшие Пастбища И выбрал А Авраам Понимал Что его Успех Зависит не От этого Он поднялся На самую Высокую гору И Бог Вновь Проговорил В его сердце Потому что Он доверял Свою жизнь Ему Если смотреть Человеческими Глазами Ной Был неуспешным Евангелистом Потому что Он проповедовал Всем А спас Только свою Семью Но всех Кого мы Сегодня на земле Можем посчитать Это потомки Семьи Ноя Ной Проповедовал Всем Но спас Только семью В этом заключалось Уникальное Призвание Над Жизнью Ноя Спасти Свою Семью Ввести В ковчег Он был Проповедником Правды Он проповедовал О том Что должно Произойти Никто Не поверил Кроме Его жены Детей С детей Там Как будто Детя Снохи Они вошли В ковчег И через Ноя Спасло Все человечество Поэтому В глазах Бога Успех Иначе Чем в наших Глазах Иногда Мы можем Рисовать Какие-то Картинки Успеха И Бог Желает Чтобы мы Понимали Его волю И один Из ключей Как мы можем Понимать Призвание В нашей Жизни Это через Божье Слово Это открытая Божья Воля Для нас И Давид Говорит Слово Твое Светильник Ноге Моей И свет Стезе Моей Псалом С фарами Проблема Камушки Попали Грязь И я До Аральска Ехал С Актюбинска Так неудобно И потом я обнаружил Что там есть фары Галогенные Я их подкрутил И так вверх направил Широко И высоко И потом не могу понять Чего мне все дальнобойщики Светят И светят А я оказывается Их ослеплял Но зато я дорогу Хорошо видел И я извинялся Постоянно И те кто За рулем Вы понимаете Как важен Свет Особенно ночью От этого зависит Как ты будешь ехать С какой скоростью Видишь ли ты Безопасность движения И так далее И Давид называет Божье Слово И говорит Слово Твое Это словно Светильник Ноге моей И свет Моей стезе Это светильник И если ты Знаешь Дух Писания Если ты знаешь Слово Божье Если ты познаешь Божье Слово Тогда Оно направляет тебя На стези правды Оно направляет тебя Тебе не нужно Какого-то супер Откровения Потому что Ты знаешь Дух Писания Потому что Наш Бог Это Бог Который не молчит Это Бог Который говорит Наш Бог Говорящий Евреям первая глава В первом стихе сказано Бог многократно И многообразно Говорил Издревле В пророках Бог Говорит Многообразно Мы иногда Пытаемся Бога вместить В какую-то Нашу коробку В наши какие-то рамки Что Бог должен Говорить Вот так Или вот так Он может Многообразно Говорить Он может Говорить Через детей Он может Говорить Через обстоятельства Он может Говорить Как угодно Ты не можешь Бога спланировать И сказать Господь Говори мне Не таким-то Таким-то образом Но самое главное Нам нужно Быть наполненным Божьим словом Потому что Его слово Это свет Нашей стезе Чтобы мы Не спотыкались Чтобы мы Не падали И Павел Молится Говорит Дабы вы Познали В чем Состоит Надежда Призвания Его Сокрытое Принадлежит Господу Богу нашему А открытое Нам И сынам До века Чтобы мы Исполняли Все слова Закона Его Открытая Воля Божья Явлена В его Слове Когда мы Понимаем Его Слово Когда мы Изучаем Его Слово И еще раз Процитирую Евреям Бог Многократно Многообразно Говоривший Издревле Отцам Пророках Последние Дни Говорил нам Сыне Которого Поставил Наследником Всего Через Которого И веки Сотворил Иисус Воплощенное Божье Слово Иисус Это Воплощение Божьего Слова В нем Все обетования Да И аминь И поэтому Наполняя Свою жизнь Словом Имея Общение Со Христом Помните Иисус сказал Всякие Приходящие И что Исполняющие Мои слова Подобен Человеку Который Построил Свою жизнь На камне На основании На твердом Основании Потому что Он знает Открытую Волю Божью И исполняет Эту волю Слово Божье Также Говорит Не вы Меня Избрали А я Вас Избрал И поставил Вас Чтобы вы Шли И приносили Плод И чтобы Плод ваш Пребывал Да вы Чего Не попросите От Отца Во имя Мое Он дал Вам Также И благословил И на четвертый Солетали Одного Одного Не надо Но Но не только Бог Бог Нам нужен Мы нуждаемся В друг Друге Нуждаемся В родных И близких И это сотворил Нас Бог Он не просто Представляете Бог творит Адама У которого Есть Бог У которого С которым Творец Общается В проходе дня И Бог В своем Смирении Создает Подобного Адаму Создает Еву И делает Их партнерами И ставит Их Венцом Творения И говорит Им Я благословляю Вас Плодитесь Размножайтесь Наполняйте Землю Обладайте Ею Владычествуйте Вот это слово Владычествуйте Мне Кто-то Никто-то Один человек Здесь присутствующих Задал Через Инстаграм Вопрос Пастор Иван Каким образом Человек мог Владычествовать Над рыбами морскими Над зверями Над птицами Над всяким скотом Над всей землей Над всеми животными Присмыкающимися Хотя в то время Бог еще не дал Адаму Их в пищу Или человеку Потом Все эти животные Пойдут в пищу Ну каким образом Адам должен был Владычествовать Слово Владычество В этом контексте И в этом Месте писания Оно обозначает Забота Через заботу И служение Творению Точно так же Как мы Мы что-то творим Ну например Если у вас есть Сад во дворе Или дача Вы насадили Вы сотворили И потом вы Об этом Заботитесь Так же Вы заботитесь Вы создаете Компанию Бизнес Вы создаете Сеть магазинов Или Бутиков Вы что-то создаете И это вы создали И потом вы Об этом заботитесь Бог Из ничего Создал Все что мы видим И поместил Человека Чтобы человек Заботился О Божьем Творении И поэтому Слово Владычество Для многих христиан Оно такое слово Которое они обходят Потому что Не понимают Или игнорируют И многие люди Злоупотребляют Они думают Что владычество Это господство Почему Ни одна империя На земле Которая была построена На диктатуре На тирании Она не устоит Как бы она ни называлась Каким Измом Коммунизмом Атеизмом Как бы она ни называлась Потому что Бог никогда Человеку Не давал Власть Господствовать Над другим человеком Давлять Властвовать Но владычество Обозначает Я служу Творению Божьему Я Я служу тому Что Я создаю В своей жизни Что значит создавать Что значит созидать Приведу вам пример На На столе стоит компьютер Ему 6 лет Старушка Мак Не подводит меня уже 6 лет Батарея держит Но кто Его создал Откуда Он появился Откуда Он не прилетел С космоса Хотя есть теория Что это инопланетяне Поделились знаниями И Стив Придумал То что он придумал Нет Кто-то Кто-то Взял Из земли Металл Из песка Сделал стекло Из нефти Пластик И все это соединил Другими словами Создавать Это обозначает Взять то Что ты имеешь И преобразить Поэтому мы В отличие от Бога Хотя внутри нас Заложены Генетические желания Творить Но мы не творим Ничего Из ничего Мы берем Мы берем То что у нас Уже есть Поэтому ошибка Многих людей Они фокусируются На том Чего у них нет Или они фокусируются На том Что они хотят Что-то иметь Они хотят Чем-то обладать И пренебрегают Тем Что у них есть Сегодня Пастор Игорь Потрясающую вещь Напомнил Об той вдове Которая сказала У меня нет ничего Кроме Муки И масла И этого было достаточно Чтобы Бог дал Обеспечение ей И ее детям Поэтому В нашей жизни Есть всего достаточно Если мы Будем исполнять То предназначение Которое Бог нам дал Еще с Эдемского сада Да Что-то изменилось Что-то пошло не так Если Адам Работая в саду В Эдемском А Бог поместил его Работать И даже скажу больше Бог вначале создал Рабочее место А потом создал человека И все мужики сказали Аминь Потому что Вначале Бог создал Работу И работа Обозначает Прославлять Это мы думаем Что работа Это проклятие Но мы можем Прославлять Бога Тем трудом Которым мы трудимся Если это конечно Праведный Благочестивый труд Если мы не занимаемся Там наркотиками Алкоголем Еще какими-то вещами Но Праведный труд Мы можем Прославить Бога И Как мы созидаем Мы созидаем Преображая Как мы воспитываем Детей Через нас Рождается Великое чудо Божье Мужчина и женщина Соединяются Бог дает Дыхание жизни Рождается Вечное создание Человек Дается нам на время И мы Преображаем Это творение Через нас Рождается Новая жизнь Мы его Воспитываем Мы за Ним Ухаживаем Мы заботимся О Нем Мы вдыхаем В Него жизнь Любим Обожаем Готовим К зрелости И отправляем В зрелую жизнь Что мы сделали Мы преобразили То Что нам Было дано Мы преобразили Блудный сын Приходит И берет Свою долю И Что делает С этим Промотал Вместо того Чтобы преобразить Полученное Он промотал Осуждают Старшего сына Но старший сын Продолжал Трудиться В доме отца Драгоценные Два человека Могут получить От своих родителей Одинаковое Наследство И через несколько лет Один все промотает Пробьет Прогуляет Разрушит А другой Преобразит Умножит И люди будут Восхищаться Говорить Какая красота Почему Потому что он взял И то что у него есть Преобразил Преобразил И мы призваны Создавать Нам нравится Что-то создавать И не просто создавать Давать оценку И говорить Это хорошо Почему нам нравится Когда мы что-то сделаем Потом сядем И смотрим Как классно Еще жену позовем Дорогая Ну скажи Как получилось Скажи что я молодец У меня все-таки Я смог это сделать Почему Это заложено Внутри нас Преображать Поэтому Драгоценные Не фокусируйтесь На том Чего у вас нет Ты будешь Жертвою Обстоятельств Ты будешь всех обвинять Весь мир для тебя Будет Не мил Потому что ты будешь Сфокусирован На том Чего у тебя нет Или на том Чем ты желаешь Обладать Сфокусируйся Потому что Успех В Божьей перспективе Это то Что ты делаешь С тем Что у тебя есть в руках С теми финансами Которые у тебя есть С теми талантами С теми дарами С молодостью Которые у тебя есть Дети Которых Бог тебе доверил Он доверил их тебе Поэтому Бог желает Чтобы мы Созидали Преображали И управляли Каким образом мы управляем Мы управляем Через Служение Мы управляем Через Заботу Бог дал Нам Владычество Над творением Мы сегодня Видим Что происходит Землей По одной причине Потому что Человек Извратил Это понятие Выкачивает Ресурсы Земля Страдает Пользуется Экология Заражается И так далее Почему Потому что Человек Не относится С заботой Он Владычествует Не так Как Бог Предназначил Земля Способна Прокормить Миллиарды И миллиарды Если человек Будет заботиться Заботиться О ней Драгоценные Я бы хотел Сегодня Призвать вас Чтобы мы Посмотрели На то Что есть у нас В руках Наша работа Наш бизнес Наша семья Наши дети И взял Господь Бог Человека Которого Создал И поселил Его В саду Эдемском Чтобы Возделывать Его И хранить Его Творить Это значит Преображать То Что уже Есть Другими словами Вместе с Богом Мы становимся Творцами Нашей жизни Ибо всякий дом Устрояется Кем-либо А устроивший Все Есть Бог Мы осознаем И понимаем Что Господь Дает нам силу Он дает нам Способность А еще У нас Есть великая честь Самим Преображаться В образ И подобие Христа Апостол Павел Павел пишет Кажется Галатам И говорит Я в муках Рождения Доколе не отобразится Вас Христос Павел отдавал Себя Всего Он служил Людям Он проповедовал Он созидал Он строил И характер И он желал Одного Увидеть Отображение Христа Зрелый характер Зрелость Это огромный Труд Преображения Иисус Подозвав Их И сказал Вы знаете Что почитающихся Князьями Народов Господствует Над ними И вельможи Их Властвуют Ими Но между Вами Да не будет А кто хочет Быть большим Да будет Слугою Кто хочет Быть первым Да будет Рабом Ибо Сын Человеческий Не для того Пришел Чтобы ему Служили Но чтобы Послужить И отдать Душу Свою Для искупления Многих Через Я главный Я главарь Слушайся Меня Да ты Главный Пожертвуй Собой И служи Своей Семье Еще раз Приветствуем Драгоценные Братья Сестры Церковь Подходит К концу Богослужения Но слава Богу Жизнь Движется Дальше И это Новый Толчок Для нас Действительно Осознавать И понимать Держать Что имеешь Чтобы Кто не Восхитил Чтобы Быть в том Что Бог Сейчас дал Чтобы Это будущее Оно Пришло Будущее Приходит Когда ты Что-то Делаешь С тем Что есть Сейчас И пускай Господь Благословит Вас Пускай Это слово Растворится Верою И принесет Плод Вашу Жизнь Слава Господу Такое Хорошее Слово Пастор Иван Проповедовал Нам сегодня Очень важно Оно Ободряет Очень важно Это применять В своей жизни Дорогой Брат и Сестра На самом деле Бог Творит чудеса Являя Свою Славу И как он говорил Что Больше сих дел сотворите Что верующие Меня еще и больше Сих дел сотворят Так и когда Апостол Петр Проходили И видели У красных ворот Сидящего Нищего Они Он смотрелся В них Они сказали Нет серебра и золота Что имеем Даем Встань и ходи И он встал и ходил И написано Что в тот момент Покаялся И присоединилась В церкви Пять тысяч человек Если мы говорим Когда в сушествие Духа было Три тысячи Здесь пять тысяч Бог такую славу Являет Поэтому дорогой Брат и сестра Слушай сегодня Слово Прими это в свою жизнь И увидишь Божьи чудеса Ободряю тебя Мы сегодня будем Молиться за вас Ожидайте Господа Слава Господу В такой нужде Когда тебе нужна работа Или когда ты молодой человек Ты говоришь Господи Кем мне стать Вы знаете На самом деле Это очень важно Обращаться к Господу Чтобы тебе Если ты в начале Своего пути Кем мне стать Господи Поведи меня в ту сферу Где я мог бы развиваться Где я мог бы стать Профессионалом Или может быть Ты просто Ищешь сегодня работу И знаешь Как очень важно Просить Господа Господь Благослови меня Той сферой В которой бы я мог Развиваться Чтобы это было Благословение Для моей семьи Чтобы я мог Там раскрыть Свои таланты Вы знаете Работа не для того Чтобы ты был рабом Работа для того Чтобы ты раскрылся И развивался И знаете Насколько это важно И когда поступают Молитвенные просьбы Вы знаете Мы должны вспоминать Бога Который создал нас Не быть рабами Бог создал нас Чтобы мы работая Прославляли его имя И мы сегодня Будем молиться За молитвенные просьбы И поэтому Будь так же с нами В этой молитве Пусть Господь Благословит всех нас Да И мы переходим К вашим молитвенным просьбам Давайте мы Не просто будем Говорить какие-то слова Но будем говорить Слова веры Потому что мы Опираемся на Слово Божье Слово Божье В каждой ситуации Которая происходит И вера просит Молиться За рождение детей А Бахыт За благость Будущность И надежду Для детей И трудоустройство Что тоже очень важно И много уже сегодня Перекликалось И в проповеди И в общении Об этом Ольга просит За исцеление Желудочно-кишечного тракта Тамара За исцеление Желудочно-кишечного тракта Печени За освобождение От изжоги И от полипа В желудке Чтобы все Боли ушли Рима просит Молиться За мужа Чтобы у него На работе Все было хорошо И это тоже очень важно Чтобы у мужа На работе Было все хорошо Конечно же Знаете Господь Отвечает Господь Он отвечающий И любую просьбу взять Есть местописание По этому поводу У нас немного времени На все это Но давайте мы верой Просто Примем это И провозгласим Во имя Иисуса Христа Господь Я молюсь За каждую ситуацию За тех Кто просит Господь Благословения Для рождения детей Для своих детей За их будущее За трудоустройство За все это Господь Благослови Потому что мы знаем Что от тебя Есть путь Для каждого призвания Во имя Иисуса Христа И пускай Они действительно Используют В своей жизни То что ты им даешь И принесут Благословение Во имя Иисуса Христа Также прошение За исцеление Желудочно-кишечного тракта Печени От ожоги Полипа в желудке От всех болей Во имя Иисуса Я провозглашаю Исцеление Исцеление Для желудочно-кишечного тракта Пускай уйдут Все эти полипы Во имя Иисуса Христа Пускай уйдет Всякая боль Пускай придет Полное исцеление И восстановление Во имя Иисуса Христа И также Господь Пусть приходит Работа для мужчин Господь Чтобы мужчины Работали Во имя Иисуса Христа Чтобы они Развиваться могли В этом Во имя Иисуса Христа Провозглашаем Во имя Господа Также еще одно Здесь пришло Сообщение Татьяна просит за восстановление легких бронков и всего тела у Татьяны после ковида за восстановление здоровья Сергея. Это тоже очень важно, потому что вся эта инфекция ковида, он не просто, когда идет прохождение этой болезни, она очень сильно дает после этого на какие-то слабые места организма. Поэтому давайте мы помолимся во имя Иисуса Господь. Пусть придет восстановление для легких, Господь, для сердечно-сосудистой системы во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть не будет никаких последствий, но все это восстановится, исправится. Господь, благословение Твое, Твоя рука пускай будет над всем этим. Во имя Господа провозглашаем. Исцеление, благословение. Во имя Иисуса принимайте это верою. Аминь. Аминь, аминь. Слава Господу за Его чудеса, за Его благодать для нашей жизни, за то, что Он приготовил уже все. Слово так и говорит, что Он прежде нашего прошения, Господь уже знает наши молитвы, знает о том, что мы хотим. И мы сейчас обращаемся к Господу. Дорогой Бог, мы обращаемся к Тебе. И сейчас вот эти молитвенные просьбы я прочитаю. Гульжанат за финансы, чтобы Господь открыл источник доходов. Елена за исцеление от головных болей. Галина за исцеление высокое давление. Зоя за спасение родных. За Элину, духовный рост. И также Марфа просит молиться за Диану, за ее развитие. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за те сердца, которые Тебе сегодня доверяют, Господь. Эти молитвы, которые Тебе сегодня открыли, Господь, свои сердца, чтобы Господь, милостивый Божий, на самом деле открыл финансовые источники, открыл возможность зарабатывать. Это хорошее желание, потому что Слово Твое говорит, что мы работали, каждый делал своими руками и могли уделять нуждающимся. Я прошу Тебя, благослови, Господь. Благослови, чтобы этот вопрос был восполнен. И как пастор Иван сегодня проповедовал и говорил о том, что Господь на самом деле все создал. Я присоединяюсь к братьям-пасторам вместе в этой молитве, чтобы эти финансовые источники, они были открыты, Господь, Боже, милостивый, чтобы Гульжанат, она это увидела в своей жизни и прославила Тебя, наш дорогой Господь. И мы также молимся Тебе, чтобы исцеление от головных болей пришло в жизнь Елены, Господь, и всякая боль сейчас оставила ее во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, за спасение родных, как важно, чтобы слово Твое, оно исполнено в наших жизнях, оно исполнено в наших семьях и домах. Спасешься Ты и спасется весь Твой дом, Господь. И мы стоим на этом слове и вместе с сестрой нашей провозглашаем сегодня в жизнь Зои это слово, как и в жизни нашей. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и просим Тебя, чтобы приходил духовный рост, чтобы пришла сила Твоя, Господь, чтобы мы на самом деле взрослели. И Господь Божий милостивый, и Твои откровения, они поднимали нас и помогали нам реализоваться, Господь Божий, во славе Твоей. И также мы молимся Тебе, чтобы развитие дочки Марфы, Господь, оно было, Господь, Божий милостивый. Мы просто просим Тебя сейчас, милостивый Святой Израилев. И также мы молимся сейчас за исцеление ребенка Давида. У него высокая температура. Дорогой Господь, сейчас мы вместе с братьями молимся за этого ребенка, Господь. Мы просим Тебя, чтобы пришло Твое исцеление в его жизнь, Господь, чтобы всякая температура оставила сейчас этого ребенка во имя Иисуса Христа. Да будет прославлено Твое святое имя на этой земле, Господь. Мы Тебе доверяем, Господь, и Тебя благодарим за все чудеса, которые Ты творишь в наших жизнях во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. И мы также помолимся в первую очередь за пасторов, потому что и пастора тоже проходят через различные испытания, иногда и болеют. И болеют так же, как и все остальные люди. Ты скажешь, почему так? Мы думаем, что пастора – это небожители. На самом деле и пасторам нужно также применять веру в своей жизни. Им также нужен Бог, им также нужна помощь Божия. И, Господь, благослови во имя Иисуса Христа Твоих служителей, укрепи их Святым Духом. Дай, Господь, возможность проходить болезни. Дай мудрости, чтобы получать правильные медикаменты, чтобы получать исцеление. Господь, благослови, чтобы вы могли дольше прослужить на этой земле. И мы также просим Тебя за молитвенную просьбу в отношении церкви в городе Атырау. Благослови, Господь, эту церковь. Укрепи ее. Помоги ей пройти любые испытания, любые проблемы. Будь с этими братьями и сестрами во имя Иисуса Христа. И мы также молимся Тебя за людей, которые просят Тебя об исцелении ЖКТ, которые нуждаются в восстановлении. У кого-то синдром раздраженного кишечника и другие болезни. Мы просим Тебя и за Зою, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа за Татьяну, за Алису. Господь, прикоснись и к Ларисе, прикоснись своей исцеляющей силой. Господи, кто-то готовится к операции, кто-то проходит медикаментозное лечение. Мы молимся Тебя за этих сестер. Укрепи их во имя Иисуса Христа. Мы также просим Тебя за людей, которые написали чат в отношении работы. Господь, помоги. Господь, услышь молитвы. Господь, направь. Покажи себя Богом в их жизни. Бог, который на их стороне, который желает развития этим людям. Мы просим Тебя, Господь, за брата, который молится об успешной поездке за границу. Господь, Ты знаешь его сердце. Ты знаешь всю эту ситуацию. Благослови Саламата во имя Иисуса Христа. Мы также просим Тебя за Валентину и за ее исцеление. И мы просим Тебя за сестру Галину, которая просит за исцеление от катаракты. Благослови, Господи. Мы также молимся за ребеночку Марью, которая, Господь, нуждается в должном развитии, чтобы она могла сидеть, чтобы она могла ползать. Господь, в ее возрасте мы благословляем во имя Иисуса Христа. И мы верим, Господь, что Ты великий Бог. Ты способен совершить чудо. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь, драгоценные. Пускай Господь благословит каждого из вас. Наступает новая неделя. И давайте в эту неделю, как и всю нашу жизнь, идти с Ним. С нашим великим, святым, всемогущим Господом во всем. Благословения Вам, драгоценные. Благословения Вам. Благословения Вам.